В начале февраля 2022 года в галерее на улице Володарского 13 открылась выставка, рассказывая галстук. Галстук появился в 17 веке и до сих пор остается любимым символом мужчины и может поделиться интересной историей, связанной с вопросами социологии, культурологии, психологии. На выставке он стал объектом ярко дополняющим образы в портретах Лукьяна Попова, Николая Ерешева, Юрия Рысухина, Серафима Александрова и других художников. Но главное в выставочной концепции то, что за каждым галстуком реальный человек со своей жизненной историей. Оренбургский музей изобразительных искусств впервые показал коллекцию галстуков директоров российских музеев. Многие откликнулись на призыв директора музея изобразительных искусств Комблева Юрия Эдуардовича передать в дар музею свой любимый галстук. Как пример семьи Корчагина Евгения Николаевича, директора военно-морского музея и государственного музея памятника Исаакиевский собор из Санкт-Петербурга, подарили 25 экспонатов. Выставку украсили эффективные галстуки из оренбургской семьи Кальвиных. Музеи изобразительных искусств рассказали о галстуках известных людей и представили историю мужских аксессуаров. Выбрать бант или галстук непросто, ведь галстук не только передает характер владельца, он должен гармонировать с образом находящейся рядом дамы. И неудивительно, что идею организовать выставку галстуков в Оренбургском музее изобразительных искусств поддержали сотни известных и культурных мужчин. Передали музеи свои галстуки советник президента Российской Федерации по вопросам культуры проправных Льва Толстого Владимир Толстой, Александр Шолохов, депутат Государственной Думы, еще недавно бывший директором Шолоховского музея в станице Вешенской, выдающийся государственный деятель Виктор Черномырдин. Большую коллекцию мужских галстуков представил известный оренбургский журналист Павел Георгиевич Рыков, который и стал инициатором выставочного проекта. Фотографии из семейного альбома дополняют образ нашего современника, и мы видим, как галстук в той или иной обстановке объясняет выбор поведения человека на работе или на отдыхе. Журналист Павел Рыков принес в музей 130 своих галстуков, в основном красных. «Красный цвет сосредотачивает на себе внимание. Задача присутствовать в кадре и привлекать к себе внимание», – отметил Рыков. У директора музея изобразительных искусств Юрия Комлио вообще целый жилет из галстуков. По сообщению с сайта Министерства культуры Оренбургской области выставка, рассказывает, что этот галстук будет работать в галерее «Оренбургский пуховый платок» на улице Володарского, 13, до конца февраля. Благодарю вас за внимание. До новых встреч!